Вот и дождались белорусы того момента, когда завод под Минском разродился полноценным седаном бизнес-класса. Причем это не очередной шедевр из Поднебесной, а творение французского автопрома. Флагман Пежо, модель 508. Несмотря на то, что этот автомобиль собирается в нашей стране, это все-таки крупноузловая сборка. А значит, по крайней мере, теоретически особой разницы между западной сборкой и нашей быть не должно. Но именно это мы проверим в ходе нашего сегодняшнего теста. А заодно посмотрим, насколько этот автомобиль удобен. Прокатимся на нем, его ходовые характеристики проверим. Ну и заодно соответствует ли он званию автомобиля бизнес-класса. Когда 508-й только появился на свет, его внешность вряд ли кому-то напоминала грозного царя зверей, способного отхватить львиную долю своего сегмента. Поэтому рестайлинг модели не заставил себя долго ждать. Кардинальных изменений во внешность он не привнес. В дизайне стало чуть больше строгих линий, что добавило этому седану немного агрессии и солидности. В интерьере особых изменений мы не заметили, кроме отсутствия джойстика управления мультимедийной системой, который в предыдущей версии находился около селектора АКПП. В остальном это все тот же просторный, удобный и хорошо проработанный салон, в котором комфорт, в том числе и акустический, на должном уровне. Это мы проверили отнюдь не новым, но довольно эффективным способом – ездой по брусчатке. Конечно, слегка чувствуется, что под колесами не ровный асфальт, а камни, но никакой лишней тряски, шумов и вибраций в салон не попадает. А это явно понравится тем, кто привык кататься на директорском месте. Учитывая, что это седан бизнес-класса, не последнюю роль здесь играют, конечно же, задние сидения. В общем-то, довольно удобный диван с кожаной обилочкой. Места для человека со средним ростом и комплекцией вполне предостаточно. Учитывая то, что у нас топовая версия, конечно, каких-то излишек здесь, наверное, может быть и маловато. Но, тем не менее, есть два воздуховода, розеточка на 12 вольт, вот такая вот шторка в солнечную погоду, немножко защитится от солнца, и вот такой вот бесхитростный подлокотник, ну, довольно удобный, с подстаканниками. Ну, в общем-то, для какого-то, наверное, директора или бизнесмена, кто не сильно требователен к окружающей обстановке, здесь очень удобно и комфортно. По крайней мере, места достаточно, и можно что-то делать, работать, также путешествовать на довольно длительные расстояния. Забегая немного вперед, скажем, что за все время теста никаких сверчков мы не заметили. Белорусская сборка на высоте. Надеемся, что и в дальнейшем все болты останутся затянутыми, зазоры будут ровными и не появятся посторонние звуки. А пока нам остается лишь проверить бизнес-класс по-французски на белорусских дорогах. Под капотом все та же бензиновая четверка 1.6 Turbo в паре с шестиступенчатым автоматом. Кстати, других вариантов у этого француза с белорусской пропиской не предусмотрено, по крайней мере, на данный момент. 150 лошадей вполне хватает для резвой езды. Благо, японская коробка в автоматическом режиме вполне расторопно перебирает все шесть передач, вовремя включая нужную. Так что ручной режим переключения, скорее всего, останется невостребованным. И уж со всем игрушкой в такой машине выглядят подрулевые лепестки. Ведь они находятся на рулевой колонке, а не на руле. Поэтому при повороте баранки теряется возможность переключать передачи, не отрывая рук от руля. Ходовая этого француза неплохо настроена и позволяет получать определенную долю удовольствия от вождения. Но активный драйв на корню пресекает неотключаемая система стабилизации, электронный ручник и то, что баранку немного закусывает на быстрых переставках. Оно и понятно, ведь статус автомобиля говорит о том, что вряд ли кто-то будет ездить в таком седане на пределе возможностей. В общем, что касается динамики и поведения на дороге, то эти параметры в 508-м остались без изменений. Итак, Peugeot 508 вполне соответствует званию седана бизнес-класса благодаря современному облику, просторному и комфортному салону, неплохим ходовым характеристикам и большому списку опций. А если учесть, что теперь он собирается в нашей стране, то у этого льва есть все шансы стать еще и автомобилем белорусских чиновников. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok